прямо сейчас ответьте себе на вопрос вы бы смогли находиться с каким-то человеком вместе всегда 24 на 7 год за годом и всю жизнь вы родились вместе и уйдете тоже вместе и нет это не проклятие это генетика и матушка природа жизнь здесь тер близняшек эбби и британи хэнсел не очень-то и сильно отличается от обычной жизни их сверстников они ходили в детский сад закончили школу и университет преподают в школе и имеют множество друзей и конечно же у них есть чувство но об этом несколько позже единственное что отличает их от остальных это то что они сиамские близнецы да так сложилось что в утробе матери случилась беда и на 15-м дне после оплодотворения яйцеклетка начала слишком медленно делиться что и привело зародыш к такому неизменному состоянию к слову после этого в утробе матери сделать уже вообще ничего нельзя по статистике сиамские близнецы рождаются один раз на 200 тысяч родов и около половины без признаков жизни а в конечном итоге доживают до взрослого возраста вообще единицы а как говорила мама эбби и британи на узи врачи не смогли распознать этот момент поэтому рождение сиамских сестер стало для всех шоком нужно понимать что большинством сиамских близнецов являются девочки а на каждых сиамских братьев приходится 4 сиамских сестры к слову при рождении отец семейства отказался от операции по разделению девочек из-за риска потерять одну из сестер было принято тяжелое решение оставить все как есть и можно смело сказать сестры вытащили тот самый билет жизни ведь шанс выжить в первые сутки составлял один к тридцати миллионам и зависел от расположения органов в их теле как оказалось такая конфигурация как у сестер хэнсел подходит для этого бренного мира и пожалуй немного отойдем от темы сестер я хочу пояснить для тех кому это интересно почему все-таки близнецов с такой патологии называют сиамскими если углубиться в историю то мы увидим что в 1811 году в таиланде родились братишки чанг нг банкеры сросшиеся грудной клеткой близнецы друг другу они были заядлыми циркачами во взрослой жизни и прожили до 63 лет но так как раньше таиланд назывался сиам братья взяли себе прозвище сиамские близнецы отсюда и пошло название всем таким случаем ведь цирк гастролировал по всему миру поэтому ставь лайк если так же как и я узнал об этом в только что лет и вот если чанг и янг были сросшимися только хрящами грудной клетки имели по две ноги и две руки то эбби и британи имеют совсем другую структуру их тела разделены только в верхней части несу девушек один на двоих то есть ощущение что нужно в туалет они улавливают сразу вдвоем вот все что выше пояса каждый ощущает по отдельности но что зато в туалете не скучно есть с кем поговорить кстати и ходят они тоже управляя каждой своей ногой и своей рукой а вот с руками у них тоже не все так просто при рождении рук было три 1 находилась посередине между головами девочек и было принято решение лишить их этой части тела как говорит их врач это была бесполезная средняя рука которая не функционировала поэтому ее удалили когда они были совсем маленькими я не знаю как они проводили исследование функциональности руки но в такой момент возможно это было верным решением а так как рука находилась между головами девочек возможно в дальнейшем это могло послужить негативно в их развитии вот те самые скептики из этих самых интернетом заявили что рука функционировала просто родители на тот момент были настолько в шоке что хоть как-то пытались и заеби британи сделать антропоморфного человека и скорее всего они подумали что две головы еще куда не шло а вот три руки и в обществе такого бы не приняли но зато сейчас и бибри то не дадут фору любому у них отлично получается управлять машины и участвовать в подвижных видах спорта также залипать в телефоне мне правда стало интересно когда они допустим играют в компьютерные игры как происходит этот процесс но я думаю к этому они приспособились правда есть одно но они не знают где взять игры и аккаунты по отличной цене а ты знаешь лол стим маркет уже сегодня дарит тебя с ног сшибательным предложением залетай к ним прямо сейчас и играй в новинки по типу смуты и hell divers 2 по сумасшедшим боевым ценам но даже если ты сторонник мобильного гейминга не проходи мимо на лол с десятки сотни аккаунтов тебе понравится за свои деньги не беспокойся лол сдает на проверку аккаунта минимум 12 часов и всегда решает любые спорные ситуации у их очень немного потому что у любого продавца есть рейтинг и если он накосячит его опустят вместе с ним но и санек у тебя по-любому завалялся старый аккаунт из бравлика и также можешь выгодно продать его на лол стиме и уже сегодня купить на вырученные деньги новинки игр за остальной информации по ссылке в описании а мы продолжим и ведь действительно никто не знает и не знал как правильно а сейчас на свете существует менее 10 сиамских близнецов децефалов имеющих один низ и два верха а в 90 и бибрид они были единственными своем роде не мудрено что врачи и скептики строили только догадки но все это не мешает им быть разными вкус у них максимально противоположные как на одежду так и на мужчину что уже вызывает множество вопросов и если в одежде им удается договориться чередовать то вот с мужчинами это несколько сложнее ведь чередовать мужиков как бы они этого не просили не получится все же низ у них один на двоих там и вход один и выход кстати сестры на полном серьезе мечтают стать мамами и это вообще не шутка правда немного непонятно даже если представить что половая репродуктивная система у них одна то как будет развиваться плод внутри такого человека и какой сестер он будет закреплен и кто в конечном итоге будет мамой для малыша к слову эби кажется решила застолбить все что ниже пояса и в двадцать первом году вышла замуж за ветерана армии сша причем в тайне от сестры а история покрыта мраком и мы с вами о замужестве сестер узнали спустя только три года и только через тик ток причем достаточно агрессивный тик ток это больше было оповещение хейтером чтобы они выкусили чем безобидным видео получается они тщательно скрывали все это время свои отношения оно и правильно счастье любит тишину но вот британи до сих пор находится в активном поиске и и вообще ничего не смущает я все понимаю каждый человек хочет быть счастливым да больше скажу у каждого человека есть право быть счастливым и возможно я опять же сейчас скажу очень грубо но в их ситуации проще смириться что есть один мужчина нежели создавать проблемы и искать еще одного парня для сестры и как в таком случае отнесется мужа эбби к шалость а мужа будущего британи с ней же и наоборот в общем щепетильные очень тонкий момент и и вот вам немного мысленно подумать если все-таки произойдет зачатие то очень можно читать ребенка и не придется ли делать генетический тест кстати у джоша боулинга того самого мужа эбби есть дочь от первого брака брак слова распался в девятнадцатом году а уже в двадцатом на джоша подала иск его бывшая супруга заявив что родила еще одного ребенка и не может определиться от кого и просит джоша и еще какого-то одного левого паренька и еще какого-то правого паренька сдать свои днк для подтверждения отцовства что что у вас там вообще происходит хотя история знает случаи когда все те же сиамские братья банкеры и сиама женились и завели здоровых детей от разных женщин да и близняшки роза и жозефа блажек доказали что имея общие половые органы можно родить абсолютно здорового ребенка правда все это было в прошлом столетии а в нынешнее время нет подтверждения деторождения от сиамских неразделенных близнецов а вот у разделенных с этим все прекрасно совсем недавно произошел такой случай в россии к слову о том что сестры живут как и все у них есть один дружище который парень не промах и он шутит ну как вы знаете очень по черному например что эбби британи это как два друга по цене одного а еще что эбби правша британи левша ох уж эти американские шуточки но как оказалось существуют люди строящие догадки и конспирологические домыслы на том что мол эбби действительно владеет 80 процентами тела то есть управляет обеими ногами своей рукой и вообще ощущает тело куда лучше чем ее близняшка но справедливости ради британи действительно выглядит несколько по-другому у нее всегда наклонена голова она менее эмоциональная будто бы слабее сестры вдобавок скептикам кажется что невозможно так хорошо координировать свое тело имея двух владельцев то есть ходить плюс-минус уверенно бегать водить машину играть в мяч в общем это все конечно же домыслы девочки добрались уже до 30-летия и даже перевалили эту цифру поэтому мне остается пожелать им только здоровья причем равного для обеих сестер и вот почему несмотря на позитивные моменты в жизни близняшек и почти безбарьерную жизнь есть один страшный факт который вряд ли кого-то оставит равнодушным из-за структуры тела из-за общей кровеносной системы и почти всего общего напомню не деля тело на двоих в случае гибели одной из сестер другая сестра даже будучи здоровой на своей половине тела все равно уйдет в мир иной спустя короткий промежуток времени а причиной тому станет интоксикация организма такая же ситуация произошла с дашей и машей сиамскими близняшками рожденными в ссср они прожили достаточно долго но в один прекрасный момент одна из сестер и проснулась вторая ушла следом в муках через 17 часов нужно понимать что такие люди приходят вдвоем и уходят тоже вместе на если их конечно же не разделяет в детстве хирургически возможно в сша есть способ быстро решить этот вопрос но так как ситуация эби и британи настолько неординарно что вряд ли кто-то наверняка знает как с этим справиться в случае кончины одного из близнецов но пока девочки живут полной жизнью у них есть все любящая семья даже какая-то слава друзья которые защищают их и по факту даже есть муж до один на двоих ну и что не такая как у всех жизнь вот что пугает и притягивает к этим близняшкам по традиции накидайте комменты и конечно же каждому каждому желаю счастья